Здравствуйте. Здравствуйте. А покажите, как в Паскале закрасить своеобразную форму, то есть не ровную красивую, а какую-то там кривая звездочка, и как ее, например, закрасить? Ну, это надо искать в модуле графа БЦ. Честно говоря, я просто сам это не помню. Давайте сейчас поищем вместе. Я же на Паскале не пишу программы сейчас. Паскаль – это обычно основа для изучения программирования вообще. Ну, вот в школах именно Паскаль учат, потому что он начинает, ну, что ли, ставить мозги на место. Так что вот позволяет вас научить мыслить, как думает настоящая программист. Научить вот чувствовать технику. Вот на нем можно. А потом в будущем многие программисты расходятся. Кто-то на C-Sharp пишет, кто-то на Python пишет, кто-то базами данных занимается. Ну, вот так вот это всем в целом начальные шаги очень полезно. Ну, это примерно как у вас в плавании, допустим. Вы учитесь там держаться на спине, вы учитесь этим с колобашкой или с дощечкой плавать сначала. А потом, когда вы уже основы эти сделаете, вас учат повороты делать, выходы какие-то делать. Проплывать сначала 50 метров, а потом уже, может, 100 метров. Ну, а профессионалы во взрослой жизни, они, конечно, уже плавают там и километры, и любыми видами, и красиво это делают, и технически правильно, и все остальное. Вот, когда мы про Паскаль говорить, ну, это вот как обучение с колобашками, как обучение вот элементарным приемам. Вот. Ну, конечно, я это могу хоть забыть. Давайте поищем. Ты сам, Миша, я посмотрел твои записи. Ну, в общем, молодец, что вот все это дело записал. Ты же там делал вот это. Правой кнопкой перейти к определению и копался здесь среди списка вот этих всех доступных команд, которые есть в модуле графа bc. Так ведь? Так? Ну, я помню, что ты тут смотрел цвета. Там c, l, red, gray там и так далее. То есть заходил сюда. Ну, нам нужно смотреть команды. Вот смотрите, сами команды, это когда мы можем, ну, что-то рисовать, вот, ну, как-то перекрашивать, может быть, на экране. Это вот эти команды, смотрите. setPixel, putPixel, getPixel, moveTo, lineTo. Часть из них мы с вами уже, ну, когда-то просмотрели. Ну, можно пересмотреть эти все видео. Я это и хочу. И, ну, увидеть эти основные команды какие-то. Line, допустим, circle, ну, круг. А есть вот lineTo, это просто, или moveTo. Это когда вы перемещаетесь от одной точки до другой, точки до другой. Получаются тоже линии. Но линии, когда вы уже где-то стоите и идете в какую-то другую точку. Например, в точку 100-100 из точки 00. У вас такое рисуется линия от 00 до 100-100. В общем, это весь набор доступных команд, которые есть. Вот насчет fill. Fill – это закрасить, заполнить, зарисовать. Fill – получается circle. Закрасить круг. Так. И мы должны указать какую-то точку внутри круга, ну, центра и радиус. У нас получается закрашенный круг. Так. Нарисовать круг. Закрасить эллипс. Нарисовать эллипс. Закрасить этот самый ректангл. Это прямоугольник. Заполняет внутреннюю спону за координатами предположенных вершин. Так. FillRect. Вот это все не совсем то. Здесь вот когда написано про команду fill. Fill – это по-английски «закрасить». Что у нас есть для закраски круга, для закраски эллипса, для закраски прямоугольника. Для закраски вот это тоже. Ректангл – это все одно и то же. Это все закрашивать какие-то конкретные фигуры. Ты хочешь закрасить что-то другое. FillPie – это закрасит такой вот сектор круга, как бы урезанный круг. Может половинку его, может четвертинку его. Вот это. FillPie. FillPolygon – это закрасит любую, ну такую, может звездочку, может прямоугольник. Но там, которая ограничена прямыми линиями. То есть может быть треугольник, может быть квадрат, может быть какой-то пятиугольник. Может какая-то звездочка. Но по-любому это должны быть прямые линии. Полигон. Вот что такое полигон. Полигон – это такая фигура, которая состоит из линий. Так. Что у нас еще тут есть? FillClosedCurve. Вот это вот. Заполняет замкнутую кривую по точкам координаты, которые заданы в массиве Points. Это все тоже не совсем то, что нам надо. TextOut – это напечатать текст. Мы можем написать какую-то надпись, ну допустим, светофор. У нас будет нарисован светофор и написан текстом. Что это светофор от Миши, допустим. Вот это TextOut надо использовать. Так. FluteFill. Вот, наверное, что надо. Заливает область одного цвета цветом S, начиная с точек XY. Вот это. FluteFill. Все. Вот я вспомнил его. Давайте посмотрим вот этот FluteFill. Как он работает. Вот, например, сначала я нарисую круг. Ну, координаты. Координаты, допустим, центра будет 200-200. Это какая-то точка внутри нашего окошка. И радиус его 100, допустим. Давайте просто посмотрим, что получается. Бац. Вот, вот здесь вот центр – это 200-200. Тут где-то 100-100. Тут где-то 50-50. Вот тут 0-0. Вот. И мы идем 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Вот здесь вот 200-200. 200 пикселов сюда и 200 пикселов сюда. А 100 – это радиус окружности. Вот. Тут 200, тут 100, тут 0. Так. И вот мы хотим, допустим, закрасить. И если мы хотим закрасить, то мы должны использовать что? Кисть или перо? Ну, я спрашиваю вопрос на материал, повторение. Когда мы закрашиваем какую-то область, то нам использовать надо кисть или перо для этого? Ручку. Перо. Перо. Перо или ручку. Когда хотим закрасить. Тогда кисть. Но. Кисть. Кисть специально нужна для того, чтобы, ну, мазать, как бы, красить, закрашивать. А ручка или перо нужно для того, чтобы вот эти вот линии нарисовать. Вот когда вы берете ручку и рисуете тонкую линию, вот у вас окружность, допустим, получилась. Но это получилось тоненькой ручечкой. Ну, или пером. А если вы возьмете широкую кисть, у вас не получится такая тонкая линия. У вас получится такая широкая, толстая линия. Кольцо как бы получится, а не вот такой вот окружность. Значит, смотрите. Если мы говорим про перо, я почему переспросил? Потому что если мы хотим настроить, вот мы хотим закрасить этот круг сейчас каким-то цветом. Допустим, мы его хотим там красным цветом закрасить. Так как закрашивать надо какой-то виртуальной, невидимой для нас кисточкой, то мы должны настроить эту кисть. Мы должны сказать, что вот кисть сейчас будет красного цвета. Обратите внимание на компьютер. Красного цвета кисть. И потом мы скажем, закрашивай. И он нам нашими настройками, ну то, что мы скажем красного цвета, он это все дело и закрасит. Вот смотрите, я просто проиллюстрирую. Кисть как будет по-английски? Brush. Brush. Brush, да. Вот так. Brush color. Так, а что-то она не подсказывает, что-то я ошибся здесь. По-моему, не ошибся. Нет. Ну должно было подсказать вот эту точку, когда я ставлю. Brush color. Brush color. Да. Да. Color, это мы говорим, когда точку ставим, мы начинаем настраивать эту кисть. Вот кисть, точка. И у кисти вообще есть несколько разных свойств. Опять же, сюда можно перейти и здесь можно поискать. Смотрите. Ctrl F. И тут можно поискать. Brush. Есть тут такая штука или нет? Вот. Смотрите, его тут нету. Я что-то ошибся, может быть, в самом, ну, в этом слове. Что-то я тут не вижу. Ладно, попробуем сейчас. Так. И float fill. Вот эта команда, о которой я говорил. Вот она, float fill. Мы должны сказать координаты, начиная откуда, мы будем закрашивать. Немножко поясню. Вот у нас, допустим, запущу программу. Так. Это я пока закомментирую. Отключу. Вот она ругается. Неизвестное имя Brush. Как Brush пишется? Можно на секунду? Так. Brush через У. Через У. А, вот она. Вот так, да? Да. Так, запускаю. Вот она у нас сейчас работает. Это уже не ругнулось. Когда я пытался раньше запустить и неправильно у меня было написано, то оно ругалось и не давало мне выполнить программу. Сейчас оно выполняет, но ничего не делает. Понимаете, почему ничего не делает? Ну, кто понимает, почему сейчас не закрасила эту область? Потому что надо было наоборот, Brush Color сверху, а Circle внизу. Ну, да. Смотрите, если написать Brush Color вверху, а потом Circle, то когда рисуется круг, он, с одной стороны, сам рисуется ручкой. Ну, вот именно окружность рисуется ручкой. Но есть настройка такая, что по умолчанию, ну, та настройка кисти, которая у нас есть, она используется для того, чтобы этот круг закрасить. Сначала кисть беленькая. Вот здесь все на экране белое. Оно как будто все закрашено белым цветом. То есть, как будто у нас есть какая-то кисть, но эта кисть обмахнута в белую краску. А по умолчанию ручка, она черная. И поэтому, когда мы хотим нарисовать круг, то рисуется черным цветом ручкой вот эта вот окружность. А потом ее внутренность закрашивается кистью. Но кисть поначалу, она белого цвета. И поэтому получается, что как бы закрашивается белым цветом, а на самом деле мы вообще не видим никакого закрашивания. Было белый, белый перекрасилось и белым осталось. Но если написать вот этот brush color сначала, то мы уже говорим, слушай, забудь про то, что кисть brush была раньше белой. Сейчас кисть у нас будет уже красной. Все, кисть красная. А потом, когда мы рисуем круг, то он нарисуется с одной стороны черненьким, это грань круга, окружность. А потом внутренность должна будет закраситься кистью. Но теперь уже мы настройку сделали. Все, кисть теперь уже красная. И получится, что круг нарисуется красным. Вот круг получился красным, а вокруг красного видно, идет черненькое, такой вот ободочек. Ну, это потому что pen у нас, ручка черная, по умолчанию. А кисть мы перекрасили в красный цвет. Если бы нам надо было нарисовать его желтым, допустим, ну мы здесь бы написали бы там, допустим, белого. Вот мы настроили кисть на желтый цвет, и теперь, когда мы рисуем, у нас будет закрашиваться круг желтым цветом. Ну, а если бы мы ничего не написали, то по умолчанию в самом начале кисть всегда белая. И поэтому мы не видим, каким цветом она закрашивается. Да, ну вот у нас другая задача, смотрите. Мы хотим, чтобы у нас сначала нарисовался рисунок, правильно я, Миша, тебя понимаю? А уже потом этот рисунок как-то перекрасился, правильно? Да. То есть не то, чтобы мы настроили кисть вот на желтый или красный цвет, и нарисовали круг, и он уже нарисовался желтым. А что, если у нас уже есть нарисованный круг, и вот сейчас мы доходим до того, что нам надо взять этот круг, перекрасить из белого в черный, или из красного в зеленый, или еще каким-то образом. Смотрите. Вот я выполняю сейчас вот такую команду. Я переставил обратно. Сейчас у меня настройка цвета, вот эта настройка цвета кисти. Brush.Color равняется целевой. Здесь дается команда сменить цвет кисти на желтый. Я его поставил после того, как отрисовка круга произошла. Когда круг рисуется, то, как я уже сказал, кисть сначала белая, и он нарисуется белым. Вот я выполню. Потом у нас настраивается кисть, и она становится желтой. Но, как вы видите, все равно, что тут ничего не зажелтило, правильно? Да. А команда, что теперь кисть желтая, она используется. Объясните, почему сейчас нет ничего желтого на экране? Ну, кто как понимает. Вот мы настройку сделали, что кисть сейчас у нас желтая. Но желтого мы ничего не видим. Почему? Цвет по-другому поставлю. Нет. Нет. Цвет. Тут немножко другое дело. У еще кого-то мысли какие-то есть? Нет. Это все очень просто, ребята. Но кисть-то мы обмакнули в желтый цвет. Вот здесь вот. Как будто мы уже сказали, все, теперь кисть будет желтая. Замазывать мы будем желтым. А больше ничего нет. Вот это зелененькое, это не считается. Это комментарий, это отключенная строка. Больше у нас нету никаких команд. Кисть мы обмакнули и так и остались с этой обмакнутой кистью. Ничего реально нас не просят закрасить, нарисовать. И эта кисть, получается, нигде не используется. Ну и получается, что каким оно было, таким осталось. А то, что ты там обмакнул кисть в желтый цвет, ну и ладно. Поняли? Да. Ну нам надо хотя бы что-нибудь нарисовать. И тогда то, что будет рисоваться, оно уже будет теперь рисоваться желтым цветом. Ну мы же ничего не рисуем. Получается, никак мы не используем эту желтую кисть. Мы просто ее сменили, но так и остались с нею, без всяких рисунков. Вот я сейчас, допустим, нарисую какой-то другой круг. Уже после того, как я сменил цвет кисти. Вот, допустим, давайте я нарисую круг в точке 300 и тоже окружностью 100. Вот сейчас второй круг, он должен уже нарисоваться желтым цветом. Потому что мы до того, как сказать, что нарисую сейчас круг, сменили настройку кисти. Сказали, все, кисть отныне будет желтая, вот здесь. А потом мы начали рисовать круг, и уж внутренность этого круга кистью уже теперь желтой закрасится. Понимаете? Да. Понятно? Да. Хорошо. То есть мы поняли, почему у нас не закрашивается эта область, когда мы не рисовали больше никаких команд. И вот эта команда Flood Fill, смотрите. она позволяет нам стартануть с какой-то точки, с любой точки и закрашивать каким-то цветом всю область. Я вот еще раз пока покажу. Смотрите. Если мы хотим закрасить, допустим, вот этот круг, допустим, красным, а он пока белый, то нам надо сказать про любую точку, которая здесь внутри есть. вот эту точку, или вот эту точку, или эту. Точно так же, как в графическом редакторе. И вызвать эту команду Flood Fill. Команда Flood Fill это как вот та вот ведерко, вот помните, в графическом редакторе, который закрашивает область целого. Вот. Вот. Представьте, что у нас есть один круг и вот второй круг. Если мы хотим что-то зарисовать, мы берем вот это ведерко, выбираем какой-то цвет и тыкаем куда-нибудь, допустим, сюда. И тогда вся область начинает, белые клеточки все закрашиваться до тех пор, пока границы не найдется, черные, другой цвет. Или вот здесь, тут границей будет черный цвет и закрасится вот эта вот область. А вот, допустим, вот эту область я могу в любой точке нажать, и она станет красной. Вот эта вот ведерко с краской, это и есть команда Flood Fill на языке Pascal. Смотрите. Только нам надо написать эту команду Flood Fill написать, потом сказать с какой точки мы начинаем. В графическом редакторе мы можем с этой точки начать закрашивать или с этой, или с этой, или с центра окружности. И у нас будет закрашиваться это. Если же мы возьмем какую-то другую точку XY. посмотрите, кстати, XY он вот здесь вот, вот здесь вот он будет писаться внизу. Вот у меня мышка там двигается. Смотрите, я сейчас веду куда-нибудь. Вот. Там написано 362, 193, 365, 216. Если я передам XY, 362 и 243, то это как будто я вот здесь хочу закрасить. То есть будет закрашиваться вот эта область. А если я хочу закрасить эту область, мне надо передать, допустим, 258, 129 или, может быть, 266, 83. Не важно что, но любую точку изнутри вот этой части. Если я хочу это закрасить. Вот, например, 259, 120. Это понятно? Да. Хорошо. И вот здесь мы должны это написать. Смотрите, мы хотим, допустим, закрасить вот эту вот часть, которая сейчас белая. Какую точку мы можем взять внутри вот этой белой части, чтобы с нее начать закраску? Любую. Хорошо. Любую. Назовите хоть одну. 200 на 200. Правильно. 200 на 200. Все понимают, почему 200 на 200? Можно 210 на 210 можно. Ну да, да. Это рядом стоящие точки можно. Но 200-200 это был центр этой кружности. То есть самая центральная такая точка, которая ровно посерединке находится. А 100 это насколько от этой точки надо отступать, чтобы нарисовать вот эту кружность. Ну, 200-200 здесь вот находится. А 300-300 находится вот здесь, когда мы рисовали вторую окружность. Это центр второй окружности. В общем, если мы хотим эту кружность, нам надо взять эту 200-200 или что-нибудь рядом. Допустим, 200-10, 200-10. Ну, что-то такое. И с этого момента стартануть. Вот я беру точку 200 и опять 200. И с этой точки я должен указать еще один. Это называется параметры x, y, c. Параметры вот этой команды float fill. Чтобы закрасить, вы вызываете команду float fill. Но float fill хочет знать. Скажи мне точку, какую я должен стартовать. Вы говорите 200-200. Ну, это как бы x, y. А она еще спрашивает, а каким цветом мне надо закрашивать? А вы должны сказать, допустим, cl red или cl black. Понимаете, пожалуйста, я говорю? Да. Да. Вот еще, допустим, запятую пишем. Мы должны вот это все перечислить, что стартуем мы с точки 200-200, а закрашиваем мы цветом. Допустим, cl. Ну, допустим, green давайте сделаем. Green. То есть каким я цветом хочу закрасить? Зеленым. Зеленым. Ну, давайте посмотрим, что получится. Без этой последней команды у нас было вот так. Белое вот здесь. Потому что первую кружность я рисовал, я не настраивал кисть до этого, а кисть по умолчанию белая. Вот оно белое получилось. Но зато я попробую откорректировать мой недочет, как бы исправить все дело вот этой вот командой. Я это сделаю, закраску, позже. Выполняем. Видите? Закрасилось? Хорошо. А если я хочу теперь всю вот эту область закрасить, допустим, черным, что мне надо сделать? Вот кто-нибудь. Надо взять точку какую-то и написать. Флот фил, координаты и... И черным я хочу, допустим. Флот фил 400 на 400, например. Black. Хорошо. А ты уверен, что 400 на 400 будет как раз в той области? Ну, то есть вот где-то вот здесь вот. Может 400 на 400 где-то внутри этой окружности? Нет, но можно 100 на 400. Это точно будет. А можно вообще вот здесь что-нибудь взять. Смотрите, вот тут 0-0. Тут где-то 5-5, 10-10, 20-20, 100-100. Вот тут 200-200. Тут 300-300. Но если мы возьмем 5-5, это точно вот здесь. Согласны? Да. То есть лучше стартануть с какой-то заведомо точкой. Это сильно далеко от нас 200-200. Берете такую маленькую 3-3, допустим. Она точно будет вне этих кругов. Вот в этой области. Просто вот мы тут не знаем точек, какие они. Их сложнее считать. Тут сложнее считать точки. Прикидывать, какие они там должны быть. А вот тут легко прикидывать. 3-3, 5-5, 10-10. Вот я, допустим, сделаю команду flood fill 10-10. И цель black я, допустим, хочу сделать. Вот цель мы должны писать. Цель – это сокращение от color. Я уже про это говорил. Color – это цвет. По-английски как бы перевоцент. Мы как бы говорим цвет черный, цвет зеленый, цвет желтый. Ну, только сокращенное. Цель вместо color. Итак, цвет black. Ну, давайте смотреть, что получится. То есть мы добавляем еще одну команду. Вот этот flood fill он закрашивал зеленым эту область. А мы сейчас ставим flood fill 10-10 black. То есть я хочу, чтобы отсюда стартовало черным цветом. Вот я наполняю. Бац. Вот у нас получается раскрашено уже сейчас так, как мы хотим. И в общем случае закрашивается не прямоугольник, не круг, не какой-то треугольник, полигон, а закрашивается совершенно произвольная, то есть любая область такая, которую мы собственно и хотим закрасить. Ну все, Миша, ответил на твой вопрос? Понятно все теперь? Ну все. Значит, вот у нас уже теперь, вот если мы будем пользоваться этим инструментом, мы можем вполне хороший рисунок рисовать. Смотрите. Brush color. Это настройка цвета. Смотрите. В обычном графическом редакторе, чтобы настроить цвет, мы здесь должны выбрать цвет. Вот. И он здесь вот подсвечивается. Вот. Когда мы здесь тискаем, вот в этот там желтый цвет или, допустим, в красный. Можешь помочь? Когда мы вот здесь вот в серенький тискаем, это то же самое, как если бы мы на Pascal вот здесь написали команду brush color равняется какой-то цвет, в зависимости от того, куда мы тискаем. Если тискнули сюда, это как будто команда brush color равно сл gray. Если, допустим, сюда, то это как будто команда brush color равняется сл yellow. Потом, если мы хотим закрасить и берем вот эту леечку, то это вызов команды flut fill. Мы стартуем всегда с какой-то точки, и эта точка вот здесь вот подсвечивается. Flut fill как раз и хочет тоже стартовать откуда-то, но ей надо самой написать там самим Pascal 54,300. Ну вот то, что снизу вот здесь вот написано. И тогда flut fill будет рисовать. Если мы хотим линию нарисовать, то в Pascal это line команда. Если мы хотим круг нарисовать, то в Pascal это circle команда. Фактически многое из того, что есть здесь в графическом редакторе, можно сделать и на Pascal. Просто мы должны знать эти команды круг, там, закратка. Как они называются? Что? Как они называются? Нет, так вот, circle, допустим. Понятно. Ну, как они называются, все правильно. А как они называются, мы можем еще посмотреть, если… Вот нам может и непонятно полностью все, что здесь написано на Pascal. Может быть, вы еще не в состоянии все это дело вот, ну, как понимать, как бы делать все то же самое, что здесь написано. Но, в принципе, что вам надо, когда вы сюда заглянете, еще раз напомню, как надо зайти сюда. Ставить, напишите use is graph ABC. Вот это, когда вы написали use is graph ABC, у вас будет… А вот это вот graph ABC? Нет, правый кнопки. То есть выделить его и… Да. Перейти к определению. Вот, когда у вас написано будет, право перейти к определению. У вас открывается вот это вот окошко, где программисты описали все команды, которые есть в этом модуле graph ABC. Вот здесь. И теперь, когда вы пишете use is graph ABC, вы можете эти команды использовать. Так вот они, все эти команды. Они вот тут вот написаны. И тут можно видеть, что есть команды line, есть line read, есть line to, допустим, команда, есть move to, есть put pixel. Put pixel она закрашивает только одну точечку. Один пиксел вообще. Вот именно вот один пиксел. Или тут, или тут, или тут, или тут. Вы должны x, y этого пиксела сказать. Допустим, я могу сейчас попробовать закрасить черным цветом центр этой окружности. Давайте, посмотрите, я пишу put, 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 пиксел, и в скобочках я пишу, допустим, вот это 300-300. И каким цветом я еще должен буду сказать? 300-300 это какой пиксел я хочу закрасить? Blue. Да, it's blue, допустим. Каким цветом я хочу его закрасить? CL blue. Закрасим. Ну, давайте выполняем. Другое дело, что пиксел это маленькая-маленькая точка. И мы еще заметим эту точку или не заметим? Вообще, если вы внимательно присмотритесь, она тут есть. Вы видите, что она есть? Да. Это одна единственная точка. Но точек же много. Вот досюда таких 300 точек. Сюда 300 точек. Вот она и получается такая микроскопическая. маленькая. Маленькая. Ну, вот тут пиксел можно подсвечивать отдельные точечки. А если мы хотим, чтобы она была более жирная, то нам надо, наверное, окружность, да, circle нарисовать там радиуса 3, допустим. И у нас получается не одна отдельная точка, а радиуса 3 такой целый-целый кружок. Вот. Хорошо. Так, смотрим дальше еще, какие у нас команды. Вот можно с ними поиграться. Можно просто пробовать, а взять и вызвать эту команду. Взять и вызвать вот эту команду. Взять и вызвать вот эту команду. Ну, и попробовать, что она получится рисовать. Вот, допустим, text out. Ну, я уже говорил, что это текст выводит. Смотрите, я сейчас возьму text out. Вот можно здесь правой кнопкой нажать копировать или ctrl c. нажать ctrl c. Вот я сейчас дам команду. Text out. И должен сказать, где рисовать этот текст. Опять же, возвращаемся к графическому редактору. Текст – это когда вы нажимаете вот на эту букву «А» и потом тискаете куда-нибудь, и тут пишете какой-то текст. Понимаете, да? Можно еще цвет выбрать и вот написать какой-то текст. Но главное, чтобы написать текст, надо, во-первых, дать команду, чтобы переключиться, чтобы теперь будет текст. А на Pascal, когда вы вот здесь нажимаете в графическом редакторе… Это текст out. Да, это текст out. Это вызов этой команды, которая в графическом редакторе помечена буквочкой «А». Потом, чтобы, собственно, нарисовать в каком-то месте, вы должны тискнуть какое-то место. Может быть, вот здесь вы хотите, а может быть, вот здесь вы хотите. Вы должны дать координаты, где вы хотите. Вот эти вот… Вот что вот здесь вот появится. Вот, допустим, 16366. И если вы передадите 16366, то у вас вот в таком месте и будет рисоваться. А потом вы еще должны, собственно, написать, что именно вы хотите, чтобы там было написано. И по итогу у вас все Pascal и напишет, как это бы вы делали в графическом редакторе. Вот, допустим, смотрите. Я беру координату 200, может быть, 100. Я случайно беру координаты. И я хочу напечатать какой-то текст. А текст, я в уроках раньше объяснял, он идет в таких вот кавычках. Помните это? Да. Да. И вот в кавычках… В этих кавычках пишется все, что вы там напишете. Да. Все, что там напишет. Все правильно. Абсолютно. Вот вы пишете там, допустим, дядя Калитина… Вы это показывали в первом уроке. Лопух, правильно? Да. Да, я помню это, что я это показывал. Ну вот, допустим, мы говорим, что в координате 200 по х и 100 по у, это значит, мы должны 200 точечек сюда отойти и 100 точечек сюда. То есть, так вот получается. Не ровно как-то так посередине, а больше в сторону сюда, чем вниз. Я хочу написать этот злобный текст. Так. Ну вот, я выполняю. Смотрим. Вот написано дядя Тима Лопух. Смотрите, как получается. Написано дядя Тима на желтом фоне. Вы догадываетесь, почему на желтом фоне? Нет. Ну, а посмотрите в нашу программу и попытайтесь… Brush Color? Да, Brush Color. Смотрите, Brush – это то, что мы закрашиваем целые области. Если посмотрим сейчас на наш рисунок, то у нас вот в этом прямоугольничке написан текст дядя Тима Лопух. Но он написан как бы… Буквочки, они выведены… Ну, это как бы… Написали мы ручкой. А, ну, сам фон, на котором мы пишем, область, в которой текст написан, он закрасился кистью. Ну, кисть по умолчанию, ну, вот сейчас у нас по настройкам, желтая. Что, если я хочу нарисовать дядя Тима Лопух на красном цвете, чтобы все видели, сразу обращали внимание Лопуху? Ну, как мне сделать этот фон? Это… Как? Brush Color другой. Ну, да. Brush Color… Это… C… C… L… Red. Red. Да. Русский напишу. Сейчас, секунду. Red. Вот, я дал еще команду Brush Color. Накануне она переопределила вот этот цвет. То есть, раньше у нас была настройка. Теперь будешь рисовать кистью желтого цвета. Да, и у нас вот эти команды выполнялись в настройке желтый цвет для кисти. А здесь мы меняем цвет. Все, окуни кисть теперь уже в красную бочку. Как бы с красной. Все, вот у нас кисть здесь становится красной. И теперь все новые команды, которые ниже будут идти, ну, например, вот эта команда TextOut, они уже будут в настройке кисти красной. Давайте посмотрим. О, видите? Да. Да. А что, если я хочу более жирным, допустим, или более большими буквами написать? Ну, я думаю, никто из вас пока не догадается, да? Сменить x и y. Нет, подождите. А если я сменю x и y или x и y, так, то у меня будет вот эта координата 200 по x вот сюда вот идет 200, а сверху вниз идет 100. Если я сменю их местами, поменяю 100 и 200 наоборот, то у меня, наоборот, будет не сюда 200, а сюда 100, а будет сюда 100, вот это ровно посерединке, а сюда 200. И у меня будет вот здесь рисоваться текст. Если я поменяю местами эти две штуки, у меня просто в другом месте будет нарисован текст. Посмотрите внимательно. Видите? Он был вот здесь. А как сделать, чтобы большими буквами писала, вот чтобы прямо все видели и все знали, что, ну, кто такой делитель? А может надо правый нижний угол как-то увеличить, то есть там задать ему координаты чуть побольше? Ну, хорошие мысли как бы растянуть. Вот тогда, когда мы рисуем картинки, бывает, мы можем растянуть эту картинку. Draw. Помните команда? Да. То есть у тебя вот логика работает, я вижу. Но я сразу скажу, что тут так не получится. Когда мы текст out. Смотрите. У нас есть brush color. Вот можем настраивать цвет кисти. Ну, перепределять его, делать, чтобы он был другим. У нас есть еще ручка сама. Pen, помните? Точка color. Да. Мы можем, вот, сейчас все рисуется и круги, вот эти вот окружности, и там, ну, все этим самым черным цветом. Если я напишу pen color, вот, допустим, в самом верху. Pen color равняется CL, допустим, ну, какой-нибудь. Ну, не знаю, какой. Браун, допустим. Ну, так просто для разницы какой-то. То у нас круги будут рисоваться и все остальное, но уже в расчете, когда вот эта ручка у нас брауновского цвета. А это какой цвет? Коричневый. Коричневый. Правильно. Выпускаем. И у нас, ну, мы сейчас не видим из-за того, что все закрашено. Но если бы мы оставили только, допустим, одну команду circle, смотрите, как по скале можно. Вот такие фигурные скобочки берется. И где-то в конце заканчиваете. Вот. Это начинает, а это заканчивает область, которая называется комментарием, которая отключает эти все команды. Сейчас у меня будет нарисован только один круг, а вот это все работать не будет. Понимаете? Это понятно? Да. Хорошо. Вот я запускаю. Вот смотрите, видите, она уже не черным рисуется. Правда, коричневый ли это, или это не совсем коричневый, а ближе смахивает на какие-то другие цвета? Ну, в общем, с точки зрения компьютера, вот это вот коричневый цвет. Вот мы можем настраивать pen color, мы можем настраивать brush color. Так? А еще есть такая фишка в Pascal, как font color. Font. Вот. Name, color, size. Вот смотрите, font color равняется CL. Так, я хочу, допустим, ну, зеленым цветом. Ну, я так условно. Font, font это шрифт. Ну, это по-английски, font это шрифт. Вот когда пишется текст, когда пишется текст, допустим, дядя Тима Лопух, то он пишется каким-то шрифтом. Вы это понимаете? Да. Ну, смотрите, когда у нас открыт или Word, или Excel. Вот я попробую Word открыть. Word. Вот у меня есть Word. Вот я открываю. Вот я что-то печатаю. Вот я что-то печатаю. Вот я что-то печатаю. Вот фон там, вот здесь вот в калибре, вот это название шрифта, шрифт. Я могу изменить этот шрифт и выбрать какой-то другой из них. Вот, допустим, Arial. И тут немножко буквочки начинают по-другому выглядеть. Вот, допустим, вот так вот можно написать. Буквочки становятся уже такие, другие. У шрифта есть название. Вот это вот, как оно будет выглядеть, вон оно там скачет. Разные шрифты, ну, разное название по-разному выглядят. Можно выделить и вот так вот пробежаться, там оно меняется на фоне. Есть размеры. Вот. И тогда начинает либо расти, либо падать. Если мы говорим про Pascal, то чтобы управлять фонтом, то есть шрифтом, то есть вот этим дядя Тима, как он будет писаться, мы должны, допустим, или цвет его исправить, или название его поменять, или размер его поменять. Вот я меняю цвет шрифта на зеленый. Смотрите, что получается. Вот сейчас выполню. Видите, вот здесь вот дядя Тима, там на красном фоне не видно, но он там пишется зеленым цветом. Так? Да, видно. Хорошо. А если я хочу большим его сделать, то мне надо написать так. Это же тоже речь идет про шрифт. Так? Поэтому я пишу фонд. Когда точку ставлю, смотрите, тут есть color, мы его уже пробовали. А еще есть size. По-английски size – это размер. Ну, если кто не знал. Так? Вот я пишу size. Двоеточие равно. Посмотрите, как в Word. Какие бывают размеры. Вот это 11 размер. А вот это, допустим, 28. Это такой размер. А вот это 72 размер. Видите? Ну, какими буквами надо написать дядя Тима Лопух, чтобы все поняли? 72 размером, правильно? Да, я думаю, сотни. Да, может и сотни. Вот пишем сотню. И потом после этого печатаем вот эту вот ерунду. Смотрите, что получится. Вот тут даже все и не влезло. Настолько большой шрифт. Вот если мы распахнем это все делать, тогда мы уже наконец все увидим. У нас получается красный фон – это brush, расцветка, настройка. Зеленый – это font color. Вот у нас именно зеленый. А размер такой большой, потому что у фонта еще есть size. И мы написали вот font color зеленый, font size 100. Понятно? Ребята, понятно? Да. Вот я чуть-чуть уменьшил. Теперь у меня размер не 100, а 50. Вот и буквочки получились уменьшились. Мы можем управлять цветом, размером. А если бы я захотел еще изменить название, смотрите, я пишу font, точка, и тут есть name. Name – это имя. И вот я пишу, что имя фонта я должен написать, как называется новый фонт, которым я хочу. Шрифт. А название можно вот отсюда скопировать, вот из Word. В нем вот есть эти все штуки. Допустим, я хочу написать, ну, каким-то хитрым вот таким вот стилем, да? Да. Вот. Я вот сюда вот тискаю и копирую это. Ctrl C я нажимаю. Ну, или там правой кнопкой копировать. Потом здесь вот font name я пишу. И так как это строка, название, ну, там, Arial или там еще как-то вот, или вот так вот, я должен ее взять в кавычки, потому что это вот точное название шрифта. Это строка. Понимаете? Да. Вот. Если я не напишу эти кавычки, вот так получится, то у меня не будет вот таким синеньким, как здесь подсвечиваться. А потом, когда я буду выполнять, у меня будет что-то здесь ругаться. Встреча, ну, чего-то, ожидало что-то, ну, в общем, он не понимает. Если я в обвлеку это в кавычки, тогда он все поймет. Вот я меняю шрифт. Смотрите, выполняю. И ничего не меняется. Не получился, короче, пример, демонстрация. Почему? Потому что у некоторых шрифтов, вот у этого шрифта конкретно, у него есть только английские буквы. Посмотрите, я могу написать здесь по-русски. Попробовать выбрать этот шрифт. Где он там лежит? Это какой был шрифт? Вот такой. Ну, и он переключился на какой-то другой, на Камбрию. А на самом деле это была не Камбрия. Короче, у некоторых шрифтов нет русских букв. И тогда не срабатывает эта настройка. Ну, вот я сейчас поищу интересный шрифт. Так. Ну, допустим, вот я хочу ботангом написать. Вот я скопирую отсюда. Ctrl-C нажал. И вот сюда вот вставлю этот ботанг. Ну, вот сейчас выполню. Смотрите, как сейчас выглядит деда Тима. Сейчас мы перезапустим. Видите, немножко по-другому выглядит. Видите это? Да. Ну, это изменился шрифт. Я выбрал другой шрифт для этого. Ну, вот уже теперь вы знаете, как цвета менять ручки, как цвета менять кисти. Вообще, что такое ручка, что такое кисть. Теперь еще сегодня узнали про фонд, про шрифт. Мы и цвета его меняем, и размеры его меняем, и даже сам шрифт, его название. А подсказать название нам может, например, Word или Excel. Многие такие программки, которые почти на любом компьютере установлены. Вот. Хотя мы еще должны будем поучить, наверное, с вами и Word, и Excel, и все остальное. Еще что мы поняли, смотрите, мы еще научились текст печатать и закрашивать. Вот мы нашли этот food field, которого раньше мы не изучали. То есть на сегодня не так уж и мало всего, которое мы поизучали нового. Еще мы поняли, что фактически по скалям можно делать то, что делают графические редакторы. Только в графических редакторах вы мышкой управляете. Вот вы цвет меняете, вот вы даете новую команду, что сейчас будем красить, или вот сейчас будем печатать. А в Pascal для этого надо конкретно команды писать. Хотите разокрасить, в food field пишите. Хотите текст напечатать, текст out пишите. Хотите цвет поменять, вот так пишите. Но сам факт, что здесь тоже можно нарисовать то, что вы рисуете обычно в графическом редакторе. Если когда-то в прошлом году у нас было задание порисовать в графическом редакторе какие-то картинки. Помните, мы домик там рисовали, солнышко там светило, облака какие-то. Помните, были такие картинки? Да. В принципе, если постараемся, то мы можем и командами языка Pascal тоже это дело нарисовать. Согласны? Да. Да. Ну, может быть, это не так легко будет, как мышкой тискать. Ну, как бы, да. Может быть, и не так легко. Но программисты пишут именно вот такие вот вещи. Они это все дело изучили. Им это не сложно. И вот, хочешь светофор, будет тебе светофор. Хочешь домик, нарисуешь домик. Короче, задача тех, кто сегодня здесь есть на этом самом. Мы немножко вот повторили это все дело. Попробовать вам дома что-то порисовать. Попытайтесь нарисовать в идеале то, что вы рисовали год назад в графическом редакции. Домик, допустим. Или там область какое-то. Вот. Еще какие-то вопросы есть? Задание я вам дал уже. Что-то порисовать. А как можно увеличить ободок вот этого вот круга, к примеру? В смысле ободок? Толщину? Да. В один пиксель. Я понял. Вопрос. Хорошо. Молодец. Ты уже видишь в мыслях, наверное, что ты хочешь нарисовать. Только тебе надо потолще, чтобы убивать. Да. Смотрите, в графическом редакторе мы тоже можем рисовать вот линию. Да. И у этой линии есть толщина. По умолчанию может быть. Ну, в Паскале по умолчанию самая тоненькая толщина. Один пиксель будет она. Но мы же в графическом редакторе можем выбрать более жирную. Правильно? Окружность. Или линию. И вот потом будет рисоваться более толстая линия. А потом можем взять тоненькую. И вот она будет тоненькая. Вот я вторую буду сейчас рисовать и настрою ее толстую. У нас будет одна тонкая, одна толстая. Паскале, чтобы толщину линий вот этих вот подкорректировать. Линия же рисуется чем? Кистью или ручкой? Кистью. Нет. Кистью закрашивается какая-то внутренность. А вот сама линия окружности или просто линия, она рисуется пеном. Ручкой она рисуется. Ну, по умолчанию пен, он тоненький. Понимаете, ручки бывают толстые, такие мажущие. А бывают тоненькие такие ручки, которые мы хорошо там и розы какие-то вырисовываем. Так вот, нам получается для пена задать надо толщину. Вот мы возвращаемся сюда. Смотрите, у нас есть цвет, когда мы задаем для пена, для ручки нашего. А вот мы пишем pen. И смотрите, здесь еще есть style, width, x, y, там всякая ерунда. Width это как раз ширина. Вот это width написано. Вот, это ширина, толщина как бы линия. Равняется и мы пишем, допустим, 5. Смотрите, я опять же все возьму, сейчас комментирую. Вот все полностью. Оставлю только одну команду круг. Но я сделал настройку, что у нас цвет ручки brown и ширина ручки, толщина ее 5. Вот смотрите, как получится circle. Видите, что он более толстый? Заметили? Да. Для примера я вот напишу еще одну команду. Только я опять меняю на единицу и рисую в точке 300-300. Другой окружность. У меня получится две окружности. Одна вот эта, а вторая вот эта. Одна толщиной 5, а вторая толщиной единицы. Выполняю. Видите? Да. То есть вот можно всячески рисовать. И цветы, и толщину, и ну всякие размеры там этих окружностей выбирать. Все можно. Просто вы должны уметь пользоваться этими командами, которые есть здесь в Pascal. Вот может быть что-то вам здесь подскажет. Вот PenWids, допустим, еще есть. Можно написать. PenWids равняется. Это другой способ. Не вот так писать Pen.Wids, а вот так. Без точки. Вот так. PenWids равняется 5. Это тоже настройка ширины. А, PenWids это функция. Это так не надо делать. Это она позволяет узнать, какое сейчас. Это мы пока не проходим. Ну вот, вот мы на Pascal что-то порисовали. Вот у нас что-то работает. Теперь вам надо что-то нарисовать. Желательно, вот если вы можете это сделать, это сделать с анимацией. Вот Миша уже умеет делать, он присылал программу. Я могу сейчас показать эту программу. Программ светофор. Вот это его программка. Я попробую запустить. Вот она. Смотрите. Все работает великолепно. Светофор прямо реально работает. Красный, желтый. Красный, желтый. Когда вниз опускается до зеленого, они горят вместе. Потом зеленый загорается, потом в ветке идет желтый, потом красный. Но потом опять вместе. Можно было бы задержки побольше поставить. Но, в принципе, видно, что все работает. Вот. Не просто нарисовалось, а еще и постоянно меняется. Как будто такой ролик, видеоролик, анимация. Вот как он это сделал. Здесь, собственно, написано. Смотрите, вот эти задержки, сколько мы ждем, они вот командой sleep написаны. Делает паузу на сколько-то миллисекунд. Миллисекунды – это одна тысячная доля секундочки. То есть очень-очень мало. Когда тысячу напишешь в скобках, это получится, на самом деле, одна секунда. А тысяча двести – это чуть-чуть больше, чем одна секунда. Вот сейчас у него задержки тысяча двести, тысяча двести, а где-то тысяча, а где-то пять тысяча двести. Ну, и вот у него через вот эту чуть больше секунды все это дело переключается. Если хотим замедлить, то надо вот здесь поставить что-то больше. Допустим, через три тысячи. Три тысячи – это три секунды. Вот такая задержка сейчас будет. Три тысячи. Здесь напишу три тысячи. Здесь напишу три тысячи. Запускаем. Смотрим. Вот красный довольно долго горит. Вот желтый загорелся. Опять они вдвоем довольно долго горят. Зеленый. Вот это мы увеличивали, получается, задержку. Для этого команда sleep, короче, есть. Ну, а здесь он еще… Спать. Алло. Кто там уже говорите? Переводится как спать. Да, sleep – это спать. Ну, как бы компьютер, который выполняет эту задачу… Вы ему дали программу. Слушай, компьютер, выполняй все, что я тут сказал тебе. Будешь крутить цикл. Цикл будет крутиться пятьдесят раз. Пятьдесят раз сейчас ты будешь перерисовывать, как меняется светофор. Вот здесь вот написана команда по очереди. Как надо то желтый включать, то красный, то зеленый. Вот здесь внутри написан полностью цикл. Как надо цвета менять. Вот это то красный, то красный и желтый. Для этого Миша здесь настраивает команду, что сейчас будем рисовать желтым. Он рисует желтый круг. А сейчас будем рисовать зеленый круг. Он рисует зеленый круг. Паузы ставит. Но все это еще и повторяет он пятьдесят раз с помощью цикла. От единицы до пятидесят. Это говорит о том, что рано или поздно его вот этот вот цикл остановится. И анимация прекратится. Она просто остановится и ничего не будет делать. А остановится она когда пятьдесят раз повторится. Ну, поняли? Если бы он написал здесь от единицы до двух, у него повторилось бы всего только два раза. Можно даже посмотреть. Раз. Вот это работает пока первый раз. Вот мы спускаемся вниз до зеленого. Сейчас будем подниматься вверх до красного. Это один раз у нас. И потом мы второй раз спускаемся вниз. Это уже второй раз. Это вкрутится вот этот цикл. Уже сейчас повторюшка равна двоечке. Вот сейчас мы поднимаемся вверх. Ну и все. Как бы с красного уже начинается новый цикл. Мы уже остановились. Уже ничего дальше не рисуется. Программа остановилась. Надо вот здесь получается довольно большое значение писать. Он написал пятьдесят. Ну и видно как работает светофор. Можно написать его пять тысяч допустим. Тогда уж точно будет крутиться очень долго. Ну вот собственно это то задание которое я давал Ярику. Что он там не понял я не знаю. Спросить у меня ничего не спросил. Я хочу вам сказать. Вы спрашиваете. Я же вам добровольно как бы это все рассказываю. Я сам хочу вам это все дело рассказать. Но мне хочется чтобы вы что-то делали. Если вы не хотите делать ничего. Ну пока вроде как еще там хоть Миша бы что-то делает. Если вы совсем ничего не хотите делать. Ну я тогда просто перестану эти уроки вести. Ну а если будете хотеть делать. Рано или поздно мы с вами будем такие хорошие вещи делать. Что угу угу. Так что когда надо будет сделать для себя какое-то задание. И вам будет что-то непонятно. Вы напишите в скайп. И мы может созвонимся. А может я просто напишу. И вы в этом скайпе ответики почитаете. Я не знаю как менять один цвет на второй с помощью циклов и перемен. Так. Что значит меняю один цвет на второй с помощью циклов и перемен. Я немножко не понял вопрос. Ну тут просто надо создать перемену. Чтобы когда второй раз и шло. Чтобы цвет уже могут быть другие. К примеру. Там на красный. Ну вверху где красный был зеленый примерно. Ну ты видишь как оно здесь сделано. Тут вот вообще внутри цикла написано конкретно. Вот красный. Вот желтый. Вот зеленый. А вот вверх пошли. После зеленого обратно желтый. И тут как бы закончили весь цикл. А новый цикл когда начнется. Он начнется опять с красного. Последний был желтый установлен. Потом вниз желтый. Потом зеленый. Потом вверх желтый. А потом новый цикл начнется. Опять будет красный. Желтый. Оно вписано здесь. Вообще существует возможность и иначе. Может даже более крупный. Но я вот сегодня не хочу перегружать вас слишком большим количеством информации. Я думаю то что мы сегодня уже изучили. Это. Это. Текст аут. Это. Флут фил. Это. Фонт. Ну вот эти все. Пен вид. Уже этого довольно много. То есть вы попробуете на базе вот этих знаний что-то сделать. Чтобы вам легче было я понимаю что вы можете забывать. То есть вроде как все понятно когда я говорю. А потом бац уже и не помните как точно надо написать там. Ну все такое. Я попробую тут лишнее выбросить из нашего видео. И выложить на YouTube. То есть вы можете пересмотреть кусочки этого урока. Там допустим где мы печатаем где-то тима лопух или там где мы закрашиваем какую-то область. Но вы должны нарисовать что-то свое. Ну уже со светофором все понятно. Все. Светофор у нас уже есть и светофор у нас работает. Ну этот остановился. Но Миша сделал светофор полностью. Сделайте что-то другое. Ну что другое можно сделать. Можно сделать допустим какое-то солнышко которое движется по небу. А тут нарисован скажем дом. Вот у вас будет анимация. Как вот день идет когда солнце. Можно сделать так. Нарисуйте мишень. Это несколько кругов. Ну один внутри другого. И у вас есть стрела которая летит и врезается скажем в эту мишень. Прямо в десяточку допустим. Можете нарисовать еще что-то. Ну я не знаю что нарисовать. Ну что-нибудь. Там треугольничек какой-то двигается по экрану. Или там прямоугольничек. Он вот тут вот нарисован. Как будто это машинка какая-нибудь. Потом она тут рисуется. Потом тут. Потом тут. Потом тут. Доходит до конца экрана. Разворачивается допустим обратную сторону. Может так допустим сделать. А основные команды которые для вас надо. Мы уже все попроходили. И еще кое-что есть в записях. Я же потому и прошу вас. Посмотрите те записи которые мы весной проходили. Чтобы все снова и снова не повторять. Ну если допустим вам тяжело анимацию сделать. Вы не знаете как цикл сделать так. Чтобы там какая-то машинка доходила до сюда и шла обратно. Или стрела летела и врезалась в этот самый. Ну вот тогда когда у вас не будет получаться. А вы за это взялись. Ну со мной созвонитесь. Напишите мне. Я вам объясню. Хорошо? Да. Ну все. Вот так вот примерно. В общем давайте не ленитесь. Это самое. Я понимаю что спортсмены заняты. Но мало времени в середине недели. Но я же говорю один раз в неделю. Если я в воскресенье буду давать занятия. У вас есть суббота и еще почти весь день воскресенья. Чтобы что-то сделать. Ну по крайней мере хотя бы пробуйте. Мы может быть если это тяжелая задача. И вы не доделаете до конца. ier только до разберем на самом уроке. Как это сделать. По итогу все таки все получится. Все сделаем. Мы будем узнать как. Какое делается. Окей? Окей. Ну все давайте. На сегодня хватит. До свидана. До свидана. До свиданья. До свидана.